Церемония возложения по традиции прошла в сквере Победы. В ней приняли участие представители боевого братства, ветераны боевых действий, а также представители администрации. Исполняющий обязанности главы города Эльдар Валидов поздравил всех с праздником. Навсегда живы в нашей памяти события военных лет. Ведь память – это звено между прошлым и будущим. И пока жив в нашей памяти подвиг людей, вставших на защиту Отечества, мы сделаем все, чтобы не допустить повторения тех страшных событий. Всем мирного неба и крепкого здоровья. С праздником, защитники Отечества. Цветы возложили к памятнику воину-освободителю, а затем и к вечному огню. В этом году отмечается 104-я годовщина с момента учреждения Дня Советской Армии и Военно-морского флота. Сегодня он называется иначе – День защитника Отечества. Но суть его остается прежней. Знаете и помните, Родину надо защищать знаниями, финансовым положением, а иногда и с оружием в руках. Поэтому еще раз с праздником вас, дорогие! Что пожелать? Здоровья, по крайней мере, не хуже, чем сегодня у тех людей, которые настроены. Смотрите, праздничное настроение, цветы и улыбки. Здоровья вам с праздником! Собравшиеся почтили минуты молчания погибших на полях сражений. А букеты гвоздик на фоне белого снега словно напоминали присутствующим о крови, пролитой в многочисленных войнах. Эти цветы стали символом памяти, чтобы будущим поколениям не пришлось испытать на себе все ужасы военного времени. Александра Котикова, Азад Давлетшин, Время новостей.